мудрый сладок и деньгах а чем так пахнет что олег олег ты какаешь нет а что так пахнет я не могу понять это с балкона а ты готовишь да все позора нет я думал что что-то типа горит понял я закинул бекон понял и не убрал с прошлого раза остатки жира божий начало там на все эти понял я накрыл крышкой на просто она начала там внутри все дыметь процессы не забудь сковородку помоет есть же пизда будет кто его кто поможет вашего друга собирать банки потом папа помоет ну я помогла ну а ну и посуду слышишь вазь хотя бы посуду помой после себя говорю хотя бы посуду после себя вы сейчас олегом пиздимся за сковородку не мытую прикинь вот это контент будет это прикол hello hello what's up where from you киев сан петербург класс офигительно просто по-русски поговорим по-русски похуй вы не знаю мне похуй так ладно нужно с кем-то пообщаться потому что скипывайся из-за того что не был бы не играть это прикол от твой город бороду ночи сад и твою буру расчёсочка что красиво привет привет римич с правду говорю только до стрим что ты сказал сказал сюда стрим поговорить почему зачем говорите истребишь как ни хуя ты вас все нормально занимаетесь я не могу говорить когда вот это я слышу себя расскажи про кистика вместо в киеве ну на подол приедет просто и тубит и гетто и евреи и нормис и типа и модные ребята и сука ну это просто весь мир и в одном в одном блять как это подол приезжают варцы добрые очикую на кожан твей вытверд вот это класс осуждаю именно понял ладно ну а так если без шуток то ци выходить до версия так лукьянівка бажано десь у 8 ранку того 6 вечера лукьянівка ось потім ринок на лесовий дуже классный что еще хлопцы ну дврз это топчик взагал просто дврз топ а можно поездить комфорт таун поделитесь на шедевр архитектуры сучасно потім в чаті допоможите будь ласка борщагівка тоже архитектурный рай просто чувак там дивитесь не передивитесь а на дврз так під комендантскую годину десь так троєщина боже троєщина житомирська влад колись можемо поняшитись під ковдрою та подивитесь фильм то в час я доїдешь в 10 можешь приезжать я саводню дэн так троєщина уважаю чтобы досить досать не буду приеду ударница там есть нормальные дела не успел забанить его что на житомирская житомирская не помню что-то мне в чате скажу чем дали вид центр киева там краще то класс опять вот дед я босса на заебал меня здорово тяжело здорово ты славик с украины я вижу славик не вот не буду обращать внимание на то что меня оскорбил правильно я просто спрошу что-то мне похуй ваще ну вы меня бесите давай я один здесь а че ты угораешь малая ежеду не понимаешь он такого сказал смешно не глотает как дела она глотает или выплевывает ты сосешь или жопу даешь интересно просто выплевывает это такой агрессивно я на лысину кончают или на глаза или на очки а шокин а шокин а шокина такая стрёмная душу не получилось я думал у тебя короче летом на стекле говно это флаг украинский понял извиняюсь бро перепутал а ну да за нет ты хоть вам нечего наркоманы ебучие потому что россия и крыло все ходы понимаешь а теперь можешь говорить только со мной общаться на лично не переходить еще ты что-то вот меня пять минут оскорблял получается мою страну говоришь на лично не меня и мысль а теперь ты боишься что я что-то скажу на тебе неловко отвечать на вопрос еще раз идут заблокированы у тебя с хуяли скажи прояли ну или с пианино я хуй за артопиано бионину помоги женщине на стол накричьи ты джентльмен чё она за тобой ухаживает я не понимаю ты можешь со мной общаться а не отвлекаться я тебе говорю ты джентльмен или кто я я гэнстер почему тебе малая ставит пиво из стакана 7 лет ебать мусора зарезал на шею ебать ты мусор и пидоров до 12 ножевых умничка просто красавчик ну тебе нормально разговариваешь слова не пляси вот твоя подруга и войдет вот это это же не стол это помил тарелку или нет ну ёбаный хуй на убери ну ты поставил там же слышишь 1 девчонки она опёрта уже было это не культурно что-то не культурно но я прихожу тебе ставлю тарелку на кровать скажешь ты чё ему трудно что жил на приносах не стына ты поставил ну скажи владик убери пожалуйста помоги нужно сделать действие еще подойти туда-сюда мне смысле я вред я собирался поставить выйти вернуться уже нормально нет нет по факту ты поставил надев на кровать сейчас вот тарелку так я по любому сюда поставлю ну пожалуйста но в чем проблема проблема в том что это не стол это кровать на которой это не чисто хоть стерильно это не культурно просто в чем смысл если я ставлю отхожу захожу да типа мне надо было всего лишь закрыл факт того хоть на секунду ну ты поставь какая разница я из-за тебя забыл что мне вот надо было ну скажи мне ты не мог попросить просто владик уберите секунду я хочу разобраться а девушки привет прессирует чё за хуйня я не понял это кто такой был тебе это ебать не должно ты понял меня это ебать не должно да ты чё на сколько раз было такое да уже не один раз или десять было допустим салат готов некуда поставить так как много предметов мы ставим на пол на пол и вставку и на покрывал я никогда в жизни не ставим на покрывал ну так это артема проблема он бескультурный значит такого что это это кровать диван когда диван расстелен ты мог заметить я всегда просто приподнимаю это это под это хорошо это логично потому что как бы на уличном мы не будем сидеть это хамство если так грязь это глупость антисанитария это узнал я одного человека но сейчас там далеко даже не одного а нескольких но тут я тебе объясняю тут я тебе говорю дело не в если ты на 5 лет поставил сюда тарелку или на секунду это без разницы ты говоришь поставить и подойти это ты во времени говоришь просто время это говорю что по факту ты поставил 5 на миллисекунды это уже не культурно нет сколько раз было такое шутер все клали на диван кто еще на что-то клали типа что я клал только воды да по какой причине чистая тарелка абсолютно который уберется ну буквально через 5 но это же не стол это но я тебе говорю культурно ты пришел к ладику попросил будьте любезны поставьте пожалуйста ну уберите я поставлю я с удовольствием помогу тебе ну это уже ты ну преувеличиваешь утрирует да причем тут объясни мне эти люди ну какого хера ну как зачем они не нужны я тебя тебе гавы ты культурный человек я не понимаю одного это займет ровно секунду дела но я тебе блять все я бы по кругу ходим ёбаный в рот ты ну просто не ставь тарелку тебя тебя прошу лично ты поставил ёб твою это неправильно ты просто и ну тебя я понимаю что тебя переспорить невозможно я тебе последнее заявляю это не культурный так нельзя ставь хорошо не культурно ходить в кроксах которых ты ходил по улице 2 года где их помыл ну как какая разница ну это уличный если я кроссовки помою и буду по квартире ходить пожалуйста не за пожалуйста ходить и про я но я не собираюсь чтобы я не ну тот самый человек чтобы мы спорили 50 тысяч мне это не нужно просто понимаете сказал что я думаю ты понимаешь и диалог заходит просто вот так он крутится вокруг не замечаешь ну так она на хера нам нужно в таком случае пока кто-то не сдастся типа или что это война типа на истощение называется это она здравствуйте то что а ты апеллируешь каким-то людям рандомным смотри когда ты говоришь по кругу миллион раз вот причем прикол тех самых демагогий с тем самым человеком да ты гоняешь по кругу и как бы ну ты обязан в каком-то роде паре то есть не то чтобы доказать а просто чтобы привести это не конструктивно это бред какой-то и брасывается параллельно предложение определенного рода чтобы в силу того чтобы привести пример ну и по итогу ты не слушаешь собеседника даже и ты просто выдумываешь новый аргумент несмотря на то что он сказал да ты его слушаешь но не слышишь начинается война на истощение пока кто-то не скажет а все я спать или но вот я более как как это я умным оказался да я сказал нет нахуй каких например тут компромисса нет одно действие какой компромисс это уже не просто вопросы бутерброди понимаешь что самое интересное это уже не просто вопросы бутерброди это выходит в более высшую здесь где как бы ну суть в том чтобы объяснить ты объяснил свою точку зрения а примеры когда артем ставят или спит типа 5 тысяч я жулять поэтому не касается но я с артема осуждал за то что он не моется но если бы это был конструктивный диалог они демагоги как это софистика я ж не со злом я просто не прошу не делать это я просто и постирал недавно ух ты какая девочка сегоничная ну да а соль что вопрос в цену ну это неприлично ну как нет это я по где-то в конце сказал просто ну так сбросил между прочим это не я постирал это не аргумент это не аргумент к спору это я сказал учитывая то что спор окончен я сказал к тому же я ее постирал дону сказать что это приличие нихуя что-то выворачивать она нечисто я стоп 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 я понимаю что учился на психолога и знаешь как меня вывернуть наизнанку это не так я учитывая что диалог окончен говорю к тому же так хитики к тому же я постирал к чему ты это сказал к тому что это правда и действительно постирала вот поэтому эти демагогии происходит то есть я уже зацепился я думаю так выгоньте видимо дело не только в приличии о том что владик хочет чтоб не ставили жирное грязное на чистое покрывало ну но покрывало в принципе а это к тому же еще и чисто ну так я хочу тебя уверить я помыл тарелку как мы и говорили идеально я тебе даже дал потрогать донышко я тебе говорю все что касается чистоты я тебе еще раз говорю покрывало зацепили да запомнил к тому же еще и чистое ты говоришь тарелка к тому же еще и чистое я тебе говорю в любом случае будь то грязная или чистая тарелка или будь то грязная или чистая покрывало нельзя ставить тарелку на покрывало ну хорошо это просто понимаешь логика в чем логика двух людей как по мне ну ты уважаешь меня я тебя уважаю ну я тебе говорю пожалуйста не ставь в следующий раз в системе да типа я приготовил да хрючево так скажем вот этот дынок так называемый от бекона он рассеивается по всей хате следовательно мне нужно просто выйти закрыть к себе дверь зайти к тебе закрыть дверь и сесть и естественно то есть естественно на все сто это стопроцентный факт что я бы ел ну вот незадача я бы сразу поставил но проблема то в том что тут куча всего печенье салфетки чашки то есть сразу я этого не освобожу а запах он проникает быстро понимаешь то есть что мне стоит сделать получается подойти да типа разгрести все хорошо погоди а если мне надо все разгрести и одной руки мне не хватает что мне делать а я на что здесь что мне сказать владик давай-ка убери ну я тебе с самого начала заявил ну ты же стримишь какая разница я сейчас стримлю и беседую с тобой нет но я считаю что вот это невежливо отвлекать наоборот нет ты можешь погоди нет отвлекать нет погоди во первых а ну-ка так не говорят ну посмотри я стримлю ну я я могу типа вот ты что-то попросил сигарету я тебе дал это отвлечь на сигарету я не против ну в смысле я тебя когда-то прогонял или не отвечал ну скажи ну скажи просто владик извини такая ситуация что ну помоги мне я могу просто общаться и параллельно убирать какая разница и то даже что мне впадло я не знаю заметил ли ты но чаще всего когда ты стримишь я не прошу тебе или в целом я не прошу тебе как бы подать сигарету я просто нахожу спрашиваю можно окей хорошо согласись были ситуации когда я тебя отвлекал ты мне говори что-то и то-то и ты меня отвлекал то-то и то-то было ну да ну я что тебя хамил или не отвечал ну как помен просто ну помоги ну типа помоги пожалуйста убери ну что проблема что нахуя тебе делать если любимым там тебя на пол поставь туда ну так на пол это вообще пиздец ну это по отношению к еде какое-то хамство ну это лучше чем на кровать ставлю на пол свою еду но видишь для тебя этот вариант ну не естественный этот не естественный правильно поэтому единственный выход попросить меня убрать или или просто типа не знаю пойти и отнести тарелку это уже в крайнем случае куда-то туда мне надо опуститься на пол положить ну это погоди ну блять а тут все на уровне моего роста и столика это не ну что в смысле в плане ну в плане типа тут разница я тебе сейчас скажу сколько от пола блять да ну сантиметров 40 40 сантиметров эти 40 сантиметров это сколько джоулей энергии 0 0 0 тебе жалко учитывая что я метр девяносто мне сука неудобно просто это 40 сантиметров и хули окей последнее я бы не поставил на кровать я обычно так не делаю и всем это известно теперь уже я не уверен в том приличии обычно я такого не делаю но учитывая все факторы которые сложились а именно заполненный табурет занятость владика и то что душок блять на всю гаду этого бекона ебучего я подумал что логичным было бы поставить буквально на ну на сколько сколько это за 10 секунд ну сколько тебе повторить еще раз что дело не во времени да ну 4 раза тебе повторил могу 5 я понимаю что приличие я бы тоже так не сделал но вы же как бы непосредственно в домашней обстановке и тут как бы ну нормально поставил убрал все нормально это ж не грязно все чистое идеально все вымыто то есть там даже воды нет на доме ни хуя жми блять я въебал хорошо я пойду по песню и мы закончим я уже устал это тупиковая вещь ну если есть то есть да добрый вечер ребята я люблю бутерброды я вот что сделал получается я купил сэндвич с сельпом дополнительно купил бекон и сыр чеддер ну открыл бутерброд поджарил два кусочка бекона положил ну сначала кусочек сыра напополам два кусочка бекона потом сверху еще кусочек сыра и у нас есть такая блять как эта штука для приготовления бутербродов ну типа как гриль вы поняли вот такая хуйня и туда еще ебанул эту штуку стоишь пять минут ждешь как додик ну пока она уже превратится во что-то нормальное ну и затем как бы все окей но так ты разводишь полемику с нихера слушай дружище не лезь во взрослые конфликты олег ты не прав по какой причине я не понимаю я понимаю что я не прав по причине того что да это невежливо относительно того что что человек думает да вот так я его уважаю но я скорее не отстоять то что это было неприлично а скорее отстоять то почему я так сделал вот то почему так вышло ну окей вполне возможно да вполне возможно что это неприлично вполне возможно но но здесь было скорее о том почему правильно что ну человек не слушал то что я говорил по итогу говорит Олег ты не прав а тебя не было слышать нет я к тому что как бы я же признал что это неприлично но но я объяснил все обстоятельства того почему так произошло понятно да вот вот так прочитать ну ладно я займусь этим я реально сегодня читал кстати час где-то не тикток смотрел а читал это охуенно просто просто это реально жестко оно конечно тут уже понял петиция сейчас будет хахахахаха где одис та блять внизу в комнате сидит по бережному да да так стат а я смотрел я Kagcze У меня загорелся идея, что можно рисовать в течеток. Смотрел айпады, короче. Ну, у Гуляны есть айпад, но он супер маленький, и там треснуто стекло, понял? Там видно внутренности будет. Вот. Я посмотрел айпады специально в магазине, что-то мрачно охуелось. 20, ну, 16 минимум. Ну, это вроде ОК, типа, но... Ой, не, не 16 какие, 20 с чем-то, если новый там. Супер топовый, 50, по-моему, блядь, оно пшикнуло. Это нормально вообще? Блядь. Вот хуй. Ну, три дня. Пацаны, нормально, что три дня вино... Когда? Когда я купил? Три дня вино есть какие-то, может, специалисты? Три дня вино стоит, я его сейчас открыл, оно пшикнуло. Блядь. Может, хуй с ним. Нормально, считай. А, все, ну, хорошо, спасибо. Да я бокал все, выпью, наверное, все. Ты будешь вино? Оно хорошее, кстати, попробуй. Реально классно. Одно из них любимое, кстати. Ну, это чип вино, конечно. Налить тебе бокал чип. Многое утеряешь. Олег не отдает, ой, блядь, Егор не отдает бюро за моего. Оно месяц уже лежит. Я говорю, прочитай сразу и отдай. Я говорю, я хочу же все мои книги. Месяца полтора уже. Я говорю, Егор прочитал. Не, я говорю, Егора давай. Она говорит, я не прочитал. Зачем же братья не читать? И, кстати, я подозреваю, что Егор спиздал моего Набокова. Потому что я не знаю, кому я еще мог дать книгу. Набоков, Лолита, я прочел, положил. Кто-то пришел. Ихуя же, млядь. Уляна издание еще. Она такая мягенькая, такая, боже, она так напечатана. Просто это лучшая книга, которую я видел. Одна из. Она очень хорошая. Издание. И сама книга просто. Я, кто-то пришел, сказал, о, Лолита Набоков, дай мне. Дал. Ихуя же, я не знаю, где. Ебал. Я не помню, кто это был даже. Но я могу судить. Да, это Уляна, окей. У нее есть моя книга, Чак Поланик, действительно. И еще какая-то одна. Я сам искал, у Уляны дома нет Набокова. Кто еще это мог быть? Артем? Ну, Артем, ну, он, это, брал у тебя книгу. Какую? Чевенгу. Три страницы прочитали. И вернулся, да? А, нет, он же положил ее куда-то и потом когда-то. Кто еще остался? Уляна, Артем. Кто? Ты не мог брать. Ты ее читал уже. Никита Герасимов. Ну, вряд ли. Мы еще, скорее всего, с ним не были знакомы. Это было аж до войны, по-моему, кстати. Но остается Егор. Я говорю, Егор, пожалуйста, поищи. Нету. Я говорю, поищи еще. Нету. Егор, походу, спиздил мы от них. Я, конечно, купил Аркадий Небова. Он читал, скорее. Да, странно. Куда же она, блядь, проебалась? Ну, ладно, не буду давать. Надо эти, я понял, экслибры составить. Надо... У меня, кстати, есть один. Я сделаю. Ты, блядь, я не расписываю. Кстати, да. А потом нанимать друзей... Ой, кентов нашего друга, помнишь? Которые там два мужика, типа. Приходи еще ко мне, посидим, попьем вино, слышишь? Бунт против того, что Егор забрал мою книжку. А ну, донаты. А что Олег приготовил? Сэндвич с тунцом. Или с чем? Сэндвич с беконом, по-моему. Хапаете? Я всегда-то как часто. Не, я последний раз сделал две хапки на Новый год. До этого один раз на... На воселье. В ноябре. Или в декабре. Одну хапку сделал. Улетел в стратосферу. Просто нахуй. Ну, спрашивают, как-то хапаете, и сюда-то как часто. Вот. И получается, и последняя хапка была 31 августа. И с 1 сентября я сказал себе, что не курю. И в принципе, вот не курю, а на шоу. Зато делаю кое-что другое. Вместе. Йогу, да. И в качалку хожу. Можете дать, посядешь, типа. А, ну ладно. Тебя просто плохо слышно. В язву, блядь. Ты въебал? Давай, я стульчик принесу. Мне вот интересно. Еще раз. Я думаю, никто об этом не беспокоится. Потому что меня плохо слышат. Не может быть. Пожалуйста. Ну, я вся одна. Ну, как-то вот так. Дякую. Купи себе БУ графический планшет на ОЛХ за 1000 гривен и рисуй вовша. Я ненавижу БУ-шные вещи. Я тебе говорю честно. Я БУ-шные вещи, я не знаю, у меня-то что-то так вот, такой вот, просто на душе. Да, это правда, конечно. Но я купил его в конторе проверенной, которая его проверяет. Не SE2, а SE. SE с рук, но я сейчас же это когда буду. Ни хуя себе. Ты-ка шо, он же неплохой был. Ты сколько им поразил? Ну, какой, хороший, отличный. Не-не-не, я не, это чисто мое душевное состояние, скажем так, пойми. Я не, ну, мне страшно. Вот я камеру БУ-шную купил, а трясся, как малолетка. Потому что боялся, что она поломана. А, ну это такое. Ну, это по людям чаще всего видно, а не если адекватно. Я вон с гитарой, ты помнишь, что было. Ну. Максимально. Что? Ну, вежливо все, да, конечно. Там, оплатим вам то, ремонт вам оплатим, то, это оплатим. Если вы хотите, там, ну, если вам не комфортно, там, это. Ну, это хорошие люди просто попались. А если не попадут, все хорошие. Помнишь ситуация с ГУ-шной, блядь, когда продавал Артем, по-моему, да, Сережа? Помнишь эту историю? Ну, это просто дебилы. Ну, блядь, короче, я хочу... Ой. Я люблю магазин. Я что-то продавал, я бы на ложкой продавал просто. Что, ЛХ-доставка? Ну, ЛХ-доставка, да. А то, что они с рук там что-то пытались, ну, это такое, это не очень хорошая идея. Ну, короче, если есть вариант купить новое, я это сделаю. Или проверенное. Вот iPad, я бы, скорее всего, в техно-еж зашел бы на сайт и купил там. Потому что я, ну, я думаю, что они проверяют его, как бы. А, и болен был, кстати. А, они же не проверили, скинули им деньги или нет, там в чем история. Да, они какое-то левое сообщение прислали просто с этого. Ну, а... Типа, что приватбанк или... Лично я бы открыл приватовское приложение просто, обновил бы, проверил. Все. Ну, это ты. Так, их там задурили просто. Меня тоже дурили один раз. На сто с чем-то гривен. На сто с семь с гривен. Да, это я тоже взял. Меня как-то цыгане объебали. Типа, это было очень не круто. Ну, ты знаешь эту хуйню, да? Космолог. Если интересно услышать историю про цыган, которые меня наебали, писал ревен. Равно. Опа. А ну-ка, давай вместе выпьем, да? Давай, давай. Кока-колу, твои минералки выпьем, хорошо? Вино. Ты запиваешь водку минералкой, Иван? Диабетом болеет. Еще раз. Диабетом болеет. А, и водка лекарства типа? Ну, две стопки можно выпивать. Я понял, ну хорошо. Как настроение вообще? Да все хорошо. Оскар? Да нормально вот, сидим. Оскар, стрим идет? Да. Понятно. Сколько человек-то? А, сейчас 7200. Прикольно. А как зовут-то? Антон. Нихуя зуми, ляль. Еще раз. Ебал. Как канон называется? Шугаринг бикини. Как еще раз? Шугаринг бикини. Понятно. Откуда? Из Киева. Зайди и посмотри в интернете. Шугаринг бикини. Шугаринг бикини? Шугаринг бикини, правильно. Блин. Презерватив попробовал, вот такая хуйня пиздец. Какая? Вот это. А что с ним вот так? Не-не, именно вот, тут было три, понимаешь? Не, это можно? Да-да, можно, можно. Ты уверен? Я уверен, да. Шугаринг бикини, вы что, нормально вообще? Я лучше пойду дальше тогда. Давай, ну нахуй. Не-не, с этим все нормально. С пидорасами я не общаюсь. Заткнись нахуй. Ты сука, бля. Их было три, понимаешь? Один использовал. И он был снят буквально через четыре минуты. У них какая-то фиксация на пидорасах. Для меня это все еще необъяснимая какая-то хуйня. Я все еще не могу этого понять. Ну, вот так вот. Боже мой. О, господи. Человек я особенный, скажем так. Ну, и получается, что нет чувствительности. Я ничего, ну, я был, ну, как это сказать. Я и так ничего не чувствую практически. Так еще и эта хуйня, ну ладно. Тут тема другого рода. Ой, это бьюдипай. Здравствуй, бля. Ты собрали трещину, сейчас я сделаю потише. Здравствуйте. Хэллоу, русские не славяне. Да-да, финал горы. Или финал горы. Да-да-да. Финал горы финал горы. О чем здесь общаетесь? Мы-то вот так вот сидим просто чили. Блядь, ебать меня размазала. Это, походу, я буду, это самое. Да, ну ладно, вам приятно и твоим поговорить. Да хватит, истеть, сука. Вот опять, почему? Он, походу, подумал, что мы геи. Я тебе базарю, в чем проблема? Почему у них такая фиксация на пидорах? Ну, есть у них враги, понимаешь? Всегда нужно русскому найти врага. То это украинец, то это гей. То это еврей. 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 Козаки, привет от Национальной Гвардии Украины. Люблюсь. Вот это так охуенно, кстати. Держим стримовский фронт, понял? Информационный фронт. Информационный фронт. Дякую, ПЭС Патрон. Ха-ха-ха. Хорош. ПЭС Байрактар, вот это мне донатил охуенный тип. Хайпажор, вот таких называют. Как называемый? Так называемый. Как называемый? Так называемый. И он слово какое-то умное сказал. Хайпажор. Вдруг кто. Вы хайпажор, жадный до хайпа. Мессия. Это вы как определили? Писун экспресс используешь? Вы как это определили? Рей-бан поднимаешь. Ну видно, по тому, какая у вас веб-камера. На уши не засадите вы так. Ты можешь определить рей-бан поленый? Ну это хорошо. Нет, это не поленый. Слушай, а можешь показать, пожалуйста, в камеру ближе чуть-чуть? А что-то? Фокуса нет, правда, единственное. А там буква R, по-моему, задом наперед. А ну-ка. Ну эти очки стоят 200 евро. А так, можете говорить. Мои тоже, кстати. Пафосно, как Джейсон Стэдхан надевает. Я верю, кстати. Я скупил себе за 200 евро вот эти, понимаешь? Только доллары, 200 долларов. Ну, я понимаю. У меня просто очень большой экран. Глаза быстро устают. Ну, понятно, да. Естественно. Саша защитная очка и помогут. Книга большая. Понял экран. А потом уже в этих очках узнают. Дом большой и кресло гигантское. Да, кстати, широкое. Ну, я понимаю, что вы сейчас стролите. Ну, бывает. Нет, машина небольшая, машина маленькая. Троллинг уже давно не в моде. Троллинг сейчас нормальная пацаны рофлят. Вы в Киеве живете в самом? Да, да. Я и в Германии живу. Приятно познакомиться. Иван. Олег меня зовут. Олег Павлович, правильно? Нет, неправильно. Не надо со мной в такой манере разговаривать. Я не хочу, чтобы вы позорите Украину. Разговарив со мной в надменном тоне. Я знаю, я знаю, я украинскую понимаю прекрасно. Я на ней, естественно, не разговариваю. А то, кто можно спелковаться. Ну, добро. Как хотите, можете уговорить, по-моему, по Украине. Что жевает из-за ли? Нормально, хорошо, поживаю. Тихонечку. Работаем. Я направлено буду пытаться, как бы, как бы. А у меня отель свой в Германии. Отель? Да. А я, как бы, у нас небольшой. Шабланд, буду пешен. Гранд Шалунешко. Да, небольшой. Но уже это позволяло с 14-го года беженцев с Украины. О, классно. Я помню, в Крыму понял, когда я был подростком ездил. Ну, как подростком еще пиздюком. Там, по-моему, в Ялте или Валужте, я не помню, такая тенденция была. Бывшие гаражные кооперативы, понял, скупалось, ну, просто несметное количество гаражей, разные люди. И они, короче, вот есть площадь гаража, да, вот такая вот, ну, такой квадратик, стандартный гараж. Они его бетонируют, делают, как бы, такую комнатку. И вверх на четыре этажа, понял, а потом туда людей селят. И вот так вот много этих домов типа... Нет, у меня немножечко по-другому. У меня гектар земли, и здесь стоит нормальный отель. Ты действительно принимал беженцев из Украины? Да. У меня многие украинцы знают и блогеры знают. Респект. За это есть респект. Поэтому я вам и сказал, вы с незнакомыми любите покупать тролльтер. Там мы тут именно, понимаешь, ищем именно контент русских, ну, русские люди, мы их так это подначиваем, они кричат, и очень смешно. Ну, я вот два часа назад выходил на ручню, ну, мне, честно говоря, надоело. Ну, я этим занимаюсь сейчас три часа, вот мне тоже поднадоело, я думаю, завязан. Там же надо еще найти, и надо еще и умудриться что-то... Найти легко. Чего-то. В основной своей биомассе там гав-гав-гав и убежали, гав-гав-гав и убежали. Найти трудно, но легко потерялись. Легко потерялись. Ладушки, ребятки, мирного неба вам над головой, слава Украине. Героям слава. Вот это вот так вот, понимаешь. Гектар земли в Германии. На пиздели на человека, а она получается беженца. Ну, я ее осуждаю вот наше поведение сейчас. Извините, добрый вечер, Иван. Давайте познакомимся. Меня зовут Иван. Вас как? Я живу, Федя. Простите за такой неловкий вопрос. А можете на секунду очки снять? Вот такой вопрос. Нет, не могу. Мы просто обсуждаем то, что очки меняют человека. Нет, не могу. Нешний вид и все такое. Естественно. Нет, не могу. Мое утверждение таковое. Если он снимет очки, он будет на голове. Нет, не четвертый раз повторить это. Нет, не могу. Не надо мне ничего повторять. Он будет на Глэка похож. Слушай, я думал... Типичный. И так похож. Нет, такие очки, понял, немного приблотняют. Как будто бы есть еще. Слушай, я бы не сказал, на самом деле. А серьгу, две серьги еще, понял? Типа и розовый шарфик. Татуировку вот здесь тогда нужно. Да. И на рогам ничего. Слушай, я видел, что, да, как в чатурлетки. Так завалибало. Буквально полчаса назад чувак куча татух. Понял, тут что-то написано. А вот здесь вот у него УЗИ, понял? Избитаться надо было. А вот ты не поверишь, что вот тут. Ты никогда... Давай три попытки. Вот круглая вот здесь. Круглая? Круглая вот здесь. Пентаграмма. Нет. Ты никогда в жизни не знал. Монета. Только в чат не заходил. Нет. Две попытки. Третья. Это просто гениально. Я ему респектнул максимально, понял? Подсказка круглая, да, действительно. Но это пиздец. Это очень... Это по-идиотски, но это прик. Это прик. Это именно классно, понял? Ну, можешь сдаться просто, я тебе скажу. Сейчас я в секунду еще размышления. Мяч. Нет. Это с Тунайл. Бля, ебать. Чувак, это прикольно. Я тебя потом перемотаю и покажу. Это пиздец. Это классно, понял? Это прикольно. УЗИ понял и с Тунайл. Я говорю, ты смелый. Это башня у человека нет. Это панк, понял? Я только о нем хотел сказать. Я его атакировки, типа. А, елда такая, скажешь? Ну, так, типа. Ну, шланг приличный. В диапазоне нормальных людей, скажем так. Ну, слушай, чуть больше среднего, я бы сказал. Ну, он привставший, явно, типа. Ну, так. Не, я к тому, что. Ну, 25%. Ну, мне кажется, у нормального человека вот такой сайс и должен быть. Ну, он такой, да. Ну, это понимаешь, он чуть-чуть вставший. Там видно сразу, он чуть-чуть. Да нет. Ну, да, да. У других есть фото. Давай, поспорь. Ты видел? Ты видел? Ты видел? Ты видел? Понятно. Да, Эрик, мать его, Беркель. Посмотри, аккуратно, блядь. Да нет, нет. Ну, вот это вот, как там, легендарный нюкс. То есть, ну, это вообще, ну, это сверх, блядь. Так, погоди, у него елда огромная, посмотри. Да, нихуя. Ты посмотри на руку, где рука, и там еще три руки. Не, 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 ты не понял. Он, типа, понял, сделал вот так, и, как бы, ну, типа, потому что линия, видишь, вот тут. Он, как бы, ну, ты понял, он, как бы... Вдавил его, что ли? Ну, не вдавил, но он, как бы, вот, у основания самого взял. Ну, у основания, но, тем не менее, там три руки, чувак, вот так. Это вот такой хер. Меньше. Ну, где-то такой. Ну, подержи, подержи вот так вот. Не, думаю, меньше. Это фото такое, понял? Я думаю, в действительности где-то... Не, не такое, но... Не, я говорю, ну, вот ты, две с половиной руки. Две с половиной руки, это вот такой хер. Меньше. Это 20 сантиметров где-то. Я тебе говорю, просто сядь вот так, когда у тебя хрен будет стоять. И... Ну, я у зеркала посмотрел. Возьми руку к лапку, вот так, максимально. Ну, это хер больше моего. И одна спущена, а? Это хер больше моего, явно. Ну, я могу по опыту сказать, что моя ладонь, там, две с половиной ладонь. Ну, у меня рука большая, правда. Ну, я не буду на публику говорить, какую мне. Ну, окей. Ну, как тебе сказать? Ну, у меня хер стандартный, ну как? Ну, это очень... Он выше среднего. Окей, скажем так, это очень близко к тому, что имеется у меня, скажем так. То есть у тебя вот такой вот хуй, правильно я понимаю? Ну, он не... Я тебе говорю. Просто посмотри. Я не понимаю, ты либо... Погоди, стоп. Да, это... Камера сверху. Но никто ничего не видит. Не, не, это понятно. Хорошо, я не понял, но я потренирую тут зеркало. Ну, посмотри, окей, относительно его роста, посмотри, и все остальное. То есть, я не знаю. И плюс, видишь, рука, она не держит его вот так, а она спускается к яйцам. То есть, он не так держит, он вот так держит. Я понимаю. Он вот так держит, но он стремится как бы вверх. Хорошо, я говорю, я потренируюсь в зеркало, посмотрю в зеркало вечером, когда буду мастурбировать. Ну, это, ну... Трешка хуй. Ой, вайданаса бигсаис, правильно? Вот это? Ну, я не знаю. Вы стримеры, стоп. Погоди, считается, где друг. Ладно. Пиздец. Ну, я скажу так, это не... Это не средний размер. Ну, я тебе скажу так. Окей, признаемся, да? У тебя не может быть вот такой хуй. У меня не меньше, чем у него, хер, окей. Начнем вот просто, ну, по справедливости и честно. У тебя не меньше, чем у него? Да. Не может быть. Ну, не, окей, может быть, но ты пиздишь, мне кажется. Ну, то есть у тебя вот так, ну... Это не может быть такой хуй. Ну, окей. Это ниггерский хуй. Приблизительно точно такой же. Вот точно такой же. То есть у тебя... Погоди, ну-ка. Да не ниггерский хуй, посмотри, обычный член у него. Смотри, еще раз говорю. Три руки. Ну, окей, у меня руки большие. Блядь, ну это дефолт сайз в каком-то роде. Раз, два, три. Погоди, раз. Я тебе говорю, у него дефолт сайз. Хотя хуй знает, что дефолт сайзом считается. 28 сантиметров это. Это не 28, это бред. Я тебе говорю. Посмотри внимательно. Ну, рука. Представь тебе еще одну. Черт, хуй абсолютно. Ну, две руки. Две. Две руки? С половиной руки. Не с половиной. Да две, ебать, ну посмотри. Да он, блядь. Да дай посмотреть, заебалый, интересно. Это может быть ракурс, окей. Во-первых, это ракурс снизу. Во-вторых, я тебе говорю, относительно роста. Он стоит... Блядь, пацаны. Он стоит вот так и держит не его, не прямо, а вот так вот. А к основанию я его натянул на массу. Я скажусь к тому, что он натянул его. Это ракурс. И, ну, мы не можем узнать точно. А кому что он был один? Что я выяснил. Это 25 сантиметров. Ну, я говорю тебе, нет. У тебя не может быть 25 сантиметров. Иначе я об этом знал бы, скорее всего. Я тебе говорю визуально то же самое, окей. Я, когда это увидел, я не подумал, что... Хорошо, у тебя просто, понимаешь, ты хочешь доказать, что хер большой. Я не... А я хочу доказать, что это... Я до последнего не говорил, какой у меня хер. Нет, нет, нет. До последнего. Просто я тебе говорю, что я это увидел, я не посчитал, что это что-то гигантское. Я просто подумал. Ха, Эрис, дебил. Просто потому, что у тебя не скромные мысли об этом, понимаешь? В плане... В плане... Реально, я тебе говорю, это обычный сайз. Это не обычный сайз. Потому что, с моей точки зрения, вспомню, на кого я учился. Хоть, ну, плохо учился, конечно, но на кого я учился. Я тебе говорю, я даже не собирался говорить о размерах. Да, давай вот так вот. Да, да, да. Так, вот, все точишь. И так. Давай еще фото просто. Я могу ему написать, спросить. Я думаю, он 100% знает, сколько. Нет, ну, сантиметрах неинтересно, конечно, ну ладно. Ну, мы выясним, по крайней мере, мне спросим. Ну, то есть... Опять же, он дугообразный, поэтому сложно поменять. Так как и у всех, по сути. Ну, у меня он вверх, он у меня влево. Нет, ну, у него тоже вверх, как бы. Хотя, да, это, блядь, ракурс, посмотри. Если у него хер вот такой, вот вверх. Как он дрочит, вот так, что ли, блядь? Это первое, а во-вторых... Это ракурс, а во-вторых, в соотношении его роста, посмотри. Давай, я вверх не вижу его рост. Давай следующую фото. Окей, смотри, его хер достигает пупка. Опять же, сверху вниз, любой хер будет достигать пупка, чел. Нет, то есть в соотношении, он сидит. Видишь, он сидит. Бро, это визуальная иллюзия просто. Хорошо, давай так. Если мы встанем, твой хер, да, условно, не будет доставать до пупка? Да я не знаю, чувак, честное слово, я не пробовал. Ну, я тебе говорю, визуально меня это ни капли не поразило, потому что у меня не было мысли, что это что-то большое было. Я никогда в жизни не думал о своем размере. Ну как, думал, но очень мало, очень мало. То же самое. Я не могу его измерить туда-сюда, я просто помню, вот мой хер, мне похуй. Я всю жизнь считал, что у меня дефолт сайз. Да, потом тебе барышни сказали, что он большой, мне тоже барышни, я говорю, что он большой. Вот именно, но я не считаю до сих пор так. Я не считаю, что я какой-то порно-актер. Для меня большой хуй, это... Это ниггерская порнография. Я тебе потом покажу, да, большой хуй. Да. Когда его невозможно в рот взять, реально. Да, ну да. Я видел эту хуйню, девочка просто, она его не может, он не помещает, буквально, он вот такой. Ну да, да. Вот такой. Я тоже так считаю, я тоже так считаю. Это биг как. Но, я тебе говорю, вот тут... Ну, мне кажется, барышни как мамы, они всегда говорят, что ты умничка. Вполне возможно, логично. Вполне возможно. Естественно. И ему говорят, что у него большой хер. Окей, давай сойдёмся, просто я уже заебался на том, что это визуальная иллюзия. И мы не можем понимать настоящий, ну, ответ. Ну, это по-любому визуальная иллюзия. Ну, я тебе говорю о том, что, учитывая визуальную иллюзию, ракурс и так далее, Я тебе говорю о том, что это больше среднего выше. Чё вы здесь происходит? Почану у вас онлайн поднялся. Thank you very much. Я это, я подозревал. Линейка рулет невозможна. Ну, типа, это же фотография. То есть, вот, мы имеем кружочек. О, боже. О, блядь, ну, нахуя. Погодите-ка, погодите-ка, суть не в этом. А, ну, так станет больше, если это такое. Как-то к этому можно? Так, окей, надо найти тот пост, чтобы ты понял всё. Где я тебе скажу, что это не гигантский член. Я не говорил, что он гигантский. Я говорил, что он, я заявил, что он выше среднего. Ну, выше среднего вполне, блядь. Я недавно забыл только об этом. Чел, ну, я не буду на это смотреть. Ну, какого хера? Ну, ладно, так уж и быть. Раз мы уже попали. Вот. Ну, посмотри. Не, ну, так это вообще обычный, ну, член. Ну, я же тебе говорю, там ничего. Скажешь, когда будет. Я не могу это смотреть. Вот. Ну, это обычный хрен, типа. Самый обычный хрен. Да, так это обычный хрен, действительно. Я тебе скажу. Слушай, надо такое же фото сделать, реально. То есть, соотношение. Он сидит, ну, где-то, блядь. Ну, досюда, что ли. Если он и так. Хуй знает. Братишка. То есть, там ничего выразительного, дохуя? Выдающего. Не, ну как? Наверное, это не самый. Он ближе к 19, я подозреваю. Ну, вполне возможно. Класс. Привет, ребят, как дела? Нормально. Так, последний вопрос. А это много, типа? 19 сантиметров? Ну, ближе к 19. Это выше среднего. Ёбаный, в рот. Что здесь происходит? Ой, мать, блядь. Что, вон, 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 вон. Погавка и породатая чепуха, ебаная. Так я сатировал. Так я сатировал. Что, блядь? Ты, блядь, на меня смотри, нахуй. Ты же белорусский. Да, мы нормально. А-ля-ля, вы нет. Да, понятно. Да, понятно. А-ля, блядь, блядь, погавка и нахуй. Че? Слушайте, этого дракана. Как он, да, пьется, что? Так, ну это вообще... Я бы сам не разбирался с таким человеком. Я бы послал тех самых ребят, понял? Нашего друга. Я бы без шуток их послал. А вот его бы я хуём лязнул по щекам. Да пусть живёт себе. У меня обычный писюн просто, стандартный. То есть я думаю, что у большинства наших знакомых вот такой же... Если мы встанем в рядочек, то типа у меня... То есть понимаешь, типа я апеллирую, потому что средний... Это 13. Чё вы здесь подходит? Всем привет! Пишу Остик порнухи залетай. Неплохая профессия. А, кстати, нихуя себе. Да, неплохо. Осты типа, ого, нихуя себе, класс. Супер. Я не знаю, кто ещё их использует. Моя будущее в музыке, понял? Ну это прикольно. 40 лет, когда всё закончится, понял? Ну ближе к 30, я бы, может, сказал. Так нет, блядь, я смотрел фильмы определенные тинта браса, понял? У него в 90-х прям, ну ты понял, кто это, да? Ну конечно. У него в 90-х... Я как никто знаю. Вот, да, а, точнее. Да, я понял. У него в 90-х были прям, ну, совсем порнофильмы, как будто бы, понял? Но чересчур уже. И там действительно был хороший композитор, то есть чувак, ну, композитор прям какой-то итальянский. А он, блядь, музыкальное сопровождение к этому делает. Так а почему, а чем это не фильм, скажи? Не, ну не фильм, ну как? У тинта браса фильмы, по сути. У него была, блядь, как же это? Я, если честно, смотрел два фильма, по-моему, его всего. Один тот самый, второй какой-то другой. А вот сейчас у него есть охуенный фильм, мы его давненько смотрели как-то с Кириллом. Причем там, ну, как бы эротика... С Кириллом, ебать. Там эротика как бы не самая главная хуйня. А вот ты посмотри, кстати, да, ты посмотри. Скинь просто название на телеграмм. Паприка называется. О, паприка. А, нет, это другая паприка была. Там какая-то дамочка, которая, грубо говоря, из швали пробивает себе дорогу в богатство. В конце она таки пробивает его. Нормально. Хорошая жизнь. Моната из 35. Все понятно. Вот он тот актер-то в черном... Чуть-чуть, темнокожий. Ух ты, я бы напился, блядь, с полбокала. Да нет, ну я просто не мыслю такими категориями. Погоди, ну... Погоди, ну... Ну, мне кажется, у большинства... Не знаю почему, но... Что почему-то у большинства наших знакомых, ну, 16 точно есть. Ну, 16, да. Ну, 16, это скорее и есть средний сайт. Не сказал бы. Средний среди всех граждан, которые померили член в Украине в каком-то там году. Ну, не повезло им. Просто, понимаешь, есть люди ниже ростом, понимаешь? Я... Это не всегда определяют. Ну, это... Окей, статистически есть погрешности, как и всегда. Но зачастую я... Вот это моя убежденность в том, что, типа, у всех... Ну, все наши друзья высокие, во-первых. Начнем с этого. Кроме одного. 180 минимум. И еще выходит, что я самый маленький среди всех. Я считал, что я большой, а по итогу Женя выше, Никита выше, Олег выше. Кто еще есть? Егор? Ну, я Егора выше чуть-чуть. Ну, Егора, дай бог, блин. Там уже... 46 размер ноги. Там, да. Тут, да, другое просто. А, ну, окей, можем взять размер. А хотя это не всегда решает. То есть я подозреваю, что в нашей компании у меня самый маленький член. Потому что я самый, ну, ниже рост. Хотя у меня рука была латентика, блядь. Да, вот и сходя из этого. К этому. То есть у меня здоровенная рука, реально, я поражаюсь сам. Ну, покажи, Лиза. Невозможно. Давай другую руку. Ну, так вот, так. Ну, не такая уж и большая, кстати. Да, ну, блядь, погоди, так я малыш перед тобой, реально. А как это понятно? Вот так вот? Она ненамного больше. Вот, если, видишь, ну... Окей, давай палец, я приставлю. И ты сюда тоже. Вот так, боком, людям. Ну, да, видно. Езжи. Мизинец, окей. Не, ну так, какую, пойму. А вот так просто сделай. Не, вот так поставь, как я поставил. Да, видишь? Ну, на чуть, на процентов 10 хз. Ну, вот так, да. Визуально. У меня вот эти, понял? Надо показать людям. Широкие, широкие, блядь, эти. Как это фаланги называют? Или как это костяшки, блядь? Да нет, я сомневаюсь. Наверное, я знаю, у кого вообще самые маленькие. Тоже, походу. А, еще кое-кого знаю. Так, аж про нашу компанию действующую. А про кого? А про действующую? А, ну, меньше ростом чуть-чуть. Но может у него 49 размер на гид. Да нет, у него 41. Просто понимаешь, это категории, то есть, ну, рост человек не выбирает, типа, понимаешь. И член он не выбирает тоже. То есть можно мы с... Я же являю человека, который пытается. Ты ебал, блядь. Я своим членом доволен на 100%. Своим ростом я доволен на 150%. То есть я мог быть 150, как Путин. Не, я бы хотел еще выше быть, конечно. Но я не считаю, что выше это круче, потому что сердце напрягается больше, это во-первых. Во-вторых, 185 это, ну... То есть я в метро именно стою и, ну, половина людей меньше, половина, там, 25% выше. А, да. К писюнам. Ну, говорят, размер ноги. Вот у Егора размер ноги 46. Чтобы вычислить размер полового органа, нужно прибавить 5 к длине ступни и сумму разделить на 2. 5 к длине ступни... Ну, хорошо, я знаю размер своей ступни. 27,5 у меня, если я не ошибаюсь. У меня 28,5 или 29, я не помню. А ну-ка. Ступня вот так вот меряется? Ну, типа. Посмотри, сколько я не вижу. 27. А, нет. Ну, если так, типа, мы учитываем обувь и остальные... 27,5. Не-не, именно ступни. Конкретно ступни. Ну, если усреднить, потому что там 27,5 по сути. Ну, учитывая большой палец, понимаешь... Нет, 27. 27,5. Ну, твой палец... А, не-не-не-не, 27,5 действительно. То есть я правильно сказал. А как мы мою можем теперь? О, носочки надо постирать. Хотя я их сегодня надел. Ну, значит, ты учитывая большой палец. Не понял. А ну, посмотри внимательно. Что за такое? Не может быть такое. Да, не может быть. Смотри. Вот мы берем от конца большого пальца. Вот так же я вот так делаю. Ну, вот, вот так условно. Вот, и делаю вот так. Да, 27,5 ровно. Давай вот так тоже вот так вот закрепим. Вот так вот, правильно? С тремером это тяжело, сука. Не-не, а ты выдвинь ногу чуть-чуть можешь вот сюда? Да погоди, что это бред какой-то получается. Ну вот, ты не учитываешь. Вот. Ну вот так, вот. Ну хорошо, вот здесь. Да, окей, допустим. Посмотри. 27,5 тоже ровно. Не может быть. Посмотри сам. Странно, но это невозможно. Как это вообще? У тебя же обувь больше. Да. Всегда было 28,5. Слушай, может ширина роляет как-то? Не-не-не, погоди, это бред какой-то. Потому что типа даже, когда я покупаю обувь, я смотрю всегда, что было 28,5. Всегда. 28,5. Тебе свободно там, да? Я просто подбираю ногу типа ровно. Вот именно ровно на все сто. У этих бундесферов, у них очень четко я понял 20,5. Так как с ним хером у нас одинаковая длина. Причем сейчас вот эти ботинки, которые я вешу, 29, тоже спокойно. Даже не жру. Я же являюсь-то тебе. Ты ебал. А, ну да, они слишком большие, реально огромные. Ну вот. Ну если вот так упереть, то... Просто они свободны мне, смотри, вот я свободно в них чувствую себя. Именно они даже большие. Ну это круто, что они большие. Ну по сути в размер, плюс-минус в размер, как бы. Плюс-минус. А какого хера два длина одинаковая? А может ширина? А ну давай ногу сюда просто. Как мы это, блядь, сделаем? Ну развернись, спрошу. У тебя длиннее она, получается, да? Ну да. Погоди, ну на один сантиметр. Ну я же тебе говорю, у меня 28,5, у тебя 27. Ну хорошо, 28,5, ладно. Я думаю, это как-то... Вообще я мягким сантиметром мерил. Ну мягкие сгибаются, это неправильно. Да, но я вот эту костяшку учитывал. А ну по мере, погоди, вот, слушай. Короче, я просто много раз в инете заказывал еще обуви. Вот так ногу сделаю. Между пальцем и пальцем, понимаешь? Положи на пальцы прямо. Вот так плюс-минус. Вот так, по идее, как. Вот туда. Ну и вот тут у нас выходит... Ну он гнется, так уже до 30. Вот так на поле. Вот здесь. Ну 28,5 вот здесь, это же неправильно. Ну это невозможно. Какого хуя? 27, это даже меньше, не может быть. Это не может быть как-то. А ну давай еще раз посмотрим. Что-то странно, погоди. Ну 27,5, 28 теперь выходит. Какого хера? Теперь выходит 28. Ну вот же, правильно, посмотри, правильно? Ну по сути, да. Какого хера, я не могу понять. 28 выходит. Погоди сюда. Что-то тут ну так. Ну если мы учитываем вот костяшку, как ты сейчас учел. Нет, нет, я не так учел. Ну вот у тебя учел. Я палец, я упер палец. А, тогда мы... Вот, я упер палец. Ну так, я ровно пошел. У меня собирают. Как? 28, получается. Вот 28. Если учитывать вот так вот, то да, 28 сантиметров с половиной. Все, мы решили, отлично. Поздравляю. Погрешность измерения. Так, хорошо. Плюс 5 разделить на... Хорошо. 27 с половиной. Мы делим на... Плюс 5. Ой, плюс 5, да. Сколько? 32 с половиной. 32 с половиной. Случается 16 с 25. Если у меня на сантиметры, то 17 с 25. 17 с 25. То-то у тебя больше член. Поздравляю. Я не думаю, что он больше. Возможно, чуть длиннее. Вероятнее, чуть длиннее в плане. Ну типа, а как? Ну чуть-чуть длиннее, возможно. В силу моего роста. Вполне. Не, ну я тебе говорил всегда. У тебя член, скорее всего, больше. Потому что ты выше. Но больше не на много. Там буквально на 0,7, понимаешь? Тут еще толщина. Толщина. Ну толщина у меня, дай Боже. Я думаю, возможно, у тебя толще, у меня длиннее. Вот. Толщина вообще невозможно. Я даже не помню, какая она вот так вот. Если на сантиметры, то 16 с 75. Погоди, стоп. Нет. 16 с 25. Если на пополам. Это у меня. Ну да. Почему 50? Ну сколько? 27 с 50, грубо говоря. Да, да. Плюс 5. Это получается 32. 32. 50. Если мы делим 32 на 2, это 16. И 50 на 20, это 25. Правильно, 16 с 25. Все верно. А 28 с половиной, это 17 с 25. 28 с половиной. Ой, блядь, сколько там? 28 с половиной. Погоди, какого хера вообще? Стоп, стоп, стоп. 28 с половиной плюс 5. Нет, мы все неправильно делаем. Стоп. А, все, нет, я долбоеб просто, пьяный. 28 с половиной плюс 5. Это 33 с половиной. А 33 с половиной я не могу посчитать. Если это на сантиметр больше, следовательно, это будет не 16,5, а 17,5. Давай обратимся просто к калькулятору, потому что это уже все границы. Это сантиметр. Это по логике вещей. Это будет на сантиметр. Что сантиметр? Ну если 32,5. А тут 33. Давай, я не могу. Сантиметр, сантиметр, и все. 32,5. А, я понял, что ты имеешь. Ну. На сантиметр выходишь. Ну я же говорю, у тебя хер больше, ну больше. Я заявил, что больше, но плюс-минус на 0,7 встать. Опять же. То есть на сантиметр. Есть свидетель, я знаю одного человека, не будем его уточнять, который 1,80 с чем-то. Ну почти как я. Чуть выше тебя. Но у него нога 42 размера. Ага, вот так. Но есть как бы свидетельство, ну какое-то количество, что у него большой агрегат. Выше среднего. Понял? Ага, будешь на ухо? А, ну вось... Или допустим, у нас есть... Возможно, я хотел бы сказать. Тот человек, который с камерой всегда, понял? Поговаривают. Там, я думаю, он толстый. Что там широко, да. Толстый, да. Я вижу по глазам. В смысле? Ну вижу, типа. Ну как, это сложно объяснить. То есть я был уверен, что какой-то из... Какой-то... Какой-то из проекций, он типа больше среднего. Но при этом... Ну, когда я рулетку... При этом за длину я не уверен. Ну, мне это... Определённые люди говорили, что длина там... Ну, нормальная. Ну, не то, чтобы ты понял. Ну, длина. Мама говорит, что я умничка. Так, получается 17 и 2. Я просто свой хер мерил, но я не понимаю, как правильно. Там всегда разные результаты. Ну, а сколько? 28 и 5 плюс 5. Выходит 33. 33 с половиной. 28 с половиной. Плюс 5. Плюс 5. Равно 30. Что? Отдай. Я разделить нажал случайно. 28 с половиной. Плюс 5. Равно 30. 3 с половиной. И теперь мы делим на 2. Разделить на 2. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Погоди, стоп. И никакой не сантиметр. Поэтому я сомневался, в принципе. Ага, ничего себе. Там в полсантиметра разница. Потому что мы на 2 делим, понял? Вот оно что-то. У нас математика. Михалыч, вот оно. Давай-ка начнем с этого. Да. То есть у тебя больше, получается, на полсантиметра. На полсантиметра. Это если считать по ноге. Я думаю, больше на самом деле у нас сантиметр. 16. Нужно другой прибор. Тут четко не выставить. Ну да. Ну вот. И смотри. Допустим, да? Вот. Возвращаясь к изначальному. Понял. Типа. К изначальному вопросу. О Эрике. Опять же. Это все и так уже. Возвращаясь к вопросу об этом человеке. Некому. Нихуя себе, блядь. На фотографии. Въебал бы. Свидок благородства броверского. Кадровый пиздун. Я не знаю. Это что? Написано кадровый пиздун. Это что? Я говорю, я не знаю. Я скидывал всем на левый и на правый ход. Пабликованный. Итак. Допустим. Возьмем за основу. Или ваш, или мой агрегат. Не имеет разницы. Возьмем 16.5. Для усреднения. Ты не взял 16.5. Что ты делаешь? Ой, я скидывал всем на левый и на правый ход. Возьмем 16.5. Вот. Почему? Где твой край? Вот. 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 И исходя из фото, которое мы видели, ты хочешь сказать, это больше? А, хотя нет. Смотря какая у него рука, во-первых. Смотря как он держит. Опять же. Может быть он, там не видно вот эти пальцы. Вдруг они вот так вот. Я тебе говорю, они вот так вот идут. То есть оно вот так вот идёт. Понял? То есть он держит вот так на основании. Видно, видно два вот эти пальцы. И вот так вот, типа. Ну, значит, возможно, да, действительно, он половой гигант какой-то. Я тебе говорю, у него больше, чем у нас обоих. Надо будет прийти и смерить. Но я не могу, это невозможно измерить объективно. Да, вот именно. Всегда есть какая-то хуйня. Всегда есть, во-первых, разные методики. Во-вторых, я тебе говорю, я мерил раза три в жизни, были разные результаты. Всегда. И в среднем вот эта цифра, которая ездит здесь. Но померить на все сто, это только, ну, может, человек, который доктор, наверное, разве что. Хотя доктору на хера мере ничего. Ну, опять же. Исходя из примеров людей, которые с ногами, допустим, мы тоже выяснили, что это фейк в каком-то роде получается. Ну, что нога не дает тебе тоже достоверного факта. Не дает, да. Получается, ну, мы не можем это не узнать. Там еще толщина, you know, чувак. Я видел в порно, я переключал, конечно, у меня этот типа странный. Очень тонкий член. Я это видел, они длинные и тонкие, но это же пиздец. Сколько тонкие? Ну, там довольно, там, под 20, но при этом тонкие, понял? Реально. А то, как у Эрик. Нет, там другое, нет. Ну, там нет он, конечно. У него нет. Ну, судя по фото, это обыкновенный член. Ну, вот, я же говорю. Чуть-чуть шире, даже не знаю. Но он гигант, я тебе отвечаю. У него, ну. Так, я уже заимен. Мне уже пора просто идти скурат. А, ну посиди, я покурю пока ты здесь. Да, я пока напоследок вот. Ой, вот. Добрый вечер всем. Честно, хороший вопрос. Но я не вижу в этом ничего особенного. Соотношение с ростом человека, на которого я смотрю. И все остальное, типа. Вот. В соотношении со всем этим я не вижу ничего в этом особенного. Ну, ладно, пора замнуть этот вопрос, мне кажется, уже. Ну, подустал от подобных вопросов. Ой, бля, здорово. Здравствуйте. Добрый вечер. А че не на Усравенском? Здравствуйте. Я говорю, а че не на Усравенском? А на Усравенском-то как будет? На Усравенском-то как будет? Ты? Слышишь, что у меня нет? Мне похуй. Че тебе похуй? Да? Что тебе похуй? Мне похуй на то, что ты говоришь. Абсолютно. Так и нахуй тогда со мной здороваешься. Инферентно еще такое слово имеется. Скажи мне нахуй и со мной тогда здороваешься, дебил. Это синоним. Я из приличия здороваюсь. А на то, что ты говоришь... Приличие? Да. Какие твои приличия? Я тебе в ответ говорю, почему не на Усравенском? Ты, блядь, молчишь. Дебилой, блядь. Но ты ничего не идиот, блядь. Какая последняя книжка? Мне похуй. Тут даже книжка... Какая последняя книжка? М10 Букс. ТНТ-4. Канал такой. Любит смотреть человек. Смотришь ТНТ-4. Я не понимаю ваших вопросов, блядь. Один какой-то ТНТ-Букс говорит. Каналкаст ТНТ-4. Вы кто, блядь, вообще? Я не претендую на знания в библиотеке, да? Какая последняя книга? Интересно, какая последняя книга, которую ты прочел? Крайняя. Хрестоматия. Понял. Всего мира. Это в 11 классе, которая была. В 9 классе. В 11 классе у вас хрестоматия преподает? Это предмет такой хрестоматия? Вы че, ёбнутые, что ли? Хрестоматия чего? В 14 классе это, блядь, последняя книга у вас есть. Моя была, которую я прочитал, блядь. Сколько лет назад? Про Адаму и Еву. Это, видимо, есть. Хрестоматия. Я же, блядь. Про Адаму и Еву ни разу не слышали. Ну, честно скажи, какая книга? А, окей, вторая. Я говорю, хрестоматия. Какая нахуй хреста? Чего хрестоматия? Знаешь, такое хрестоматия? Это книга, как называется. Это книга так называется? Определение хрестоматии. Это не название книги. В смысле определение? Книга так называется хрестоматия. Написано, это не знаешь, что она называется? Ну, боже, она не называется так. Вы че, блядь, два идиота, блядь. Че вы там сидите? Че ничего тебе, блядь? Покажи мне эту книгу. Блядь, щас я тебе ее не покажу. Давай я тебе контакты свои скину. Даже номер телефона могу тебе скинуть. Я тебе даже эту книжку скину. Завтра, блядь. Вот завтра сейчас тебе скажу. Завтра после обеда, как я закончу работать, я зайду, я тебе правильно, блядь, скину эту книгу. Хорошо. А что? Толщиной, толщиной около 6 сантиметров. Смизинчик. Я всю ее прочитал. Смизинчик. А когда? А хочешь, я тебе сейчас объясняю. Ты меня не слышишь, что ли, блядь? Я говорю, вы, блядь, страна идиотов или че, блядь? Я тебя не слушаю особо, мне похуй. Да-ка нахуй ты сейчас задаешь, что да, вопрос, раз ты меня не слушаешь. Да просто для поддержания беседы. Ты дебил. Ну ты идиот, блядь. Ладно, мне так похуй стало. Вас уже в Европе, блядь, признали, блядь, идиотами, блядь. В этой усраине, блядь. Страна, блядь, идиотов, идибилов, блядь. Так вас сейчас называют. Даже в той же самой вашей любимой Германии, в которой вы моете торт. Еще как, ребята. Ты. Повтори, пожалуйста. Я говорю, у тебя. Забей, вот возьми, забей в Яндексе. Где-нибудь, у тебя же сейчас есть интернет. Забей, что такое хрестоматия. Вы же мне задавали, блядь, два таких умных, блядь, человека, который я, которому я последнюю крику прочитал. Ну вот, я забил, да. Ну и дальше что? Страна, блядь. Димутов, блядь. Ну так ты объясни, блядь, что ты там, блядь. Ты свою аудиторию, блядь, собрал, и что дальше? Тебя, блядь, остальные, сколько там человек, блядь, слышит-то? Нет, скажи мне, пожалуйста. Больше тебя басут, тебя там на олене, блядь. Усок, ебаная, блядь. Ну что ты включилась там? Включилась? Да. Включилась, посмотрел. Да, да, пишет, что ты петух. А, я петух пишу? Да. Твоя аудитория, которая тебя смотрит, да? Ну, петушиную свою бригаду там, настрой, блядь. Да, да, я говорю, я в Яндексе по Яндексу сейчас только что. Пишет, что ты петух просто. На Яндексе он был, блядь, пишут, что ты, блядь, за бред несешь. Ты мне скажи, что, блядь, подписчики твои, блядь, страна дебилов, блядь, и идиотов, правильно о вас говорят, блядь? Вы реально страна дебилов и идиотов, блядь. Да. Еще спрашиваешь, какую книгу прочитал, блядь. Ты сам-то какую книгу прочитал, блядь? Я? Азбуку? Азбука Колобок. Что там еще? Азбуку Колобок прочитал. Кого? Я и говорю, страна дебилов, ты идиотов, блядь. Азбуку Морзе, братиш. Азбуку Морзе прочитал? А может в пи... А что такое аффирмация? Не, не, ты какое-то слово сказал. Это типа похуй? Ну да. А как это, в смысле, не понял? А почему такое сложное слово для этого? Не, по-разному. Ну, сейчас давай, блин, да. Интересное слово. Я когда-то слышал его, кстати, интересное. Без интереса или других эмоций по отношению к кому-либо или чему-либо. Ага, окей, классное слово. А ты завтра вообще чем занят? Завтра кое-чем. Пятница. Ну, че? Мне надо кое-куда съездить кое-зачем. Ще скажу.